МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Анна Соловей. И вначале коротко о главном. Смени шины у своей машины. ГАИ проверяет, все ли водители переобулись. Безбарьерная среда, работа в две смены и 44 класса. Какой будет новая школа в Грандичах и как скоро она распахнет двери для первых учащихся? Впечатления от первого места работы и перспективы профессионального роста в районах. В Гродно состоялся республиканский форум сельской молодежи. От диагностики до лечения. Современные достижения молодых ученых в медицине обсудили в областном центре. Семинар для ведущих студенческих организаций города провели в Купаловском университете. Что на повестке у молодежи? Страницы фоторепортажа можно увидеть в фотоклубе Гродно. Автор Алексей Островский. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безбарьерная среда, работа в две смены, современные спортивные площадки и 44 класса. В отделе образования Гродненского горосполкома рассказали, какой будет новая школа в Грандичах и как скоро в нее войдут первые учащиеся. Работы на объекте начались несколько лет назад. Сдать готовое учреждение образования по проекту строители готовы уже к сентябрю 2023-го. На площадке работы идут полным ходом. В эти дни специалисты занимаются внутренней отделкой помещений. В Грандичах проживают порядка 1300 ребят, которые обучаются по всему городу. Но для того, чтобы попасть на уроки, им необходимо преодолеть немалое расстояние. И пусть транспортное сообщение уже налажено, открытие учреждения образования рядом с домом существенно облегчит задачу. В новой школе, кстати, по максимуму будет организована безбарьерная среда. Тактильная плитка, подъемники, пандусы, в том числе и в бассейне, и лифт. Ребята, конечно, будут обучаться с 1 по 11 класс. Внесены изменения в проект по модернизации гонбольного зала. Он будет немного видоизменен и в большей квадратуре. Ну и также здесь будет введено в эксплуатацию тоже новое футбольное поле, на котором будут заниматься спортивные школы. Ну, в принципе, 41-я школа, которая была введена в эксплуатацию 4 года назад в микрорайоне Ольшанка. Школа будет работать в две смены. Каждая рассчитана на 1200 учащихся. Новое учреждение образования станет социокультурным центром микрорайона. Спортивные секции, творческие кружки, возможность работы с педагогами дополнительного образования спектра и бассейн будут для местных жителей в шаговой доступности. К слову, в ближайшее время в Грандичах планируют начать строительство детского сада на 330 посещений в смену. Он станет самым большим в городе. В микрорайоне Ольшанка прошел рейд ГАИ по пропаганде использования зимних шин. За полтора часа на дороге выявили только одну машину на летнем комплекте. С первым снегопадом появились очереди в автомастерских. Водители были готовы ждать до поздней ночи. О том, как обстоят дела на дороге, расскажет Дарья Мышко. Уже больше недели улицы города припорошены снегом. От этого рейд ГАИ по профилактике дорожно-транспортных происшествий, случающихся в зимний период, и пропаганда использования зимних шин особенно актуальны. С 25 ноября по 5 декабря по всей стране проходит профилактическая акция «Смени шины у своей машины». Сотрудники дорожной службы напоминают водителям о необходимости замены шин. Пока это всего лишь рекомендация. Но вскоре за их невыполнение автомобилистов будет ждать административная ответственность. Доброе утро. Майор милиции по носу к вашей машине. Зимняя резина не боится отрицательных температур, не перемерзает и, соответственно, становится жёсткой при плохих погодных условиях. Также следует отметить, что на транспортном средстве все четыре колеса должны быть оборудованы зимними шинами, а не только ведущие. Каждый год так переобуваюсь. В начале ноября вообще. Сейчас немножко был зацянул, то переобулся где-то в 14-х числах. Я не жду в очереди, когда начнёт этот наплыв, чтобы менять, потом стоять по 7 часов, как стали потом писать. Зачастую сменой летней резины заранее водители пренебрегают, а с приближением декабря в очередях к мастерским приходится проводить долгие часы. Сама же процедура занимает полчаса. Ежегодно пик активности выпадает на последние недели ноября. Поэтому инспекторы ГАИ всегда советуют ориентироваться на погодные условия, а не на календарную зиму. Почти 100% водителей, остановленных во время рейда, уже успели сменить летние шины на зимние. Однако те, кто ещё этого не сделал, спешат в гаражи и автомастерские для их замены. Ведь до 1 декабря это должен сделать каждый. Затягивать не стоит, так как летние шины не смогут остановить автомобиль при заносе на скользкой дороге. И шанс попасть в ДТП с ними выше. А ещё только вот с рейса приехал, еду домой, потом в гараж. Нормально и так, у нас посыпают хорошо. Ага. А не ощущается вообще разница летний и зимний? Ну, ощущается. А чем? Вот у них отличается так. Ну, не знаю. Ну, получше сцепление с дорогой зимой на зимний. Если водитель не успел сменить шины до регламентированного срока, то в первый раз ему будет вынесено предупреждение. При повторном нарушении штраф до одной базовой величины. А в дальнейшем он может вырасти до пяти базовых. Обязательно использование зимнего типа шин с 1 декабря до 1 марта. Шины должны быть со снежинкой тремя пиками с надписью «М плюс С» либо всесезонной. На территории нашей страны допускается использование всесезонных шин. При температуре плюс 5 градусов и ниже летняя резина теряет свои сцепные свойства. А значит, риск попасть в дорожно-транспортное происшествие в условиях непогоды на такой резине увеличивается. В связи с этим госавтоинспекция и рекомендует менять зимнюю резину, когда температура за окном плюс 5 градусов. В зимний период водителям следует уделить внимание выбору скоростного режима, особенностям разгона и торможения, выбору дистанции в транспортном потоке. Пешеходам сотрудники госавтоинспекции рекомендуют при подходе к пешеходному переходу убедиться в том, что все машины остановились и только тогда начинать движение. А лучше всего дождаться, пока автомобили проедут. Внимательными обязаны быть все участники дорожного движения. Дарья Мышко, Андрей Шаповалов. Новости Гродно+. Впечатления от первого места работы и перспективы профессионального роста в районах. В Гродно состоялся республиканский форум сельской молодежи. Участие в проекте приняли 60 молодых специалистов со всей страны. Начинающие аграрии, врачи, учителя, работники сферы культуры и сельского хозяйства встретились в агрогородке Гудевичи Мостовского района, где и стартовал форум «Село территория развития». Для молодежи это еще одна возможность в первую очередь познакомиться друг с другом, узнать о перспективах профессионального роста в сельской местности. Как оказалось, преимуществ немало. Ребята живут в своих небольших агрогородках и с удовольствием возвращаются в то место, где родились, где работают некоторые, увидев наиболее лучшее хозяйство, лучшие условия для себя развития своей семьи. Либо на таких подобных форумах нашли вторую себе половинку и, конечно же, переезжают в такие вот подобные агрогородки, которые, в принципе, даже успешно развиваются. И вот на базе «Зао Гудевичи» агрогородок небольшой, но, тем не менее, успешно развивается и поддерживает как раз-таки социальная сфера, возможность для того, чтобы молодые люди смогли себя проявить, поучаствовать в подобных мероприятиях, в наших конкурсах. Подобные форумы работающей молодежи проходят регулярно. Как правило, на них стараются приглашать специалистов из одной сферы деятельности, чтобы изучить проблемы, с которыми сталкиваются начинающие сотрудники на своих первых рабочих местах. На таких встречах для активистов организуют экскурсии, интеллектуальные турниры, музыкальные и творческие баттлы, проводят мастер-классы и тренинги, например, по технике развития креативного мышления. Хватает всего, и можно и повеселиться там, если обрести друзей. Я сам вырос в сельской местности, все детство провел, всегда было интересно. Проводятся дискотеки, различные мероприятия, поэтому там не скучно. Главное, чтобы было желание. Больше всего понравилась сама поездка в ЗАО Гудевичи, потому что как агроном было интересно, какая техника, как проходит работа вообще. На закрытии форума, к слову, наградили победителей республиканского проекта «Молодежь за урожай-2022». Современные достижения молодых ученых в медицине обсудили в Гродно. Это уже девятая республиканская конференция с международным участием. В течение дня работали три секции, в каждой заслушали не менее 18 докладов. Основные направления – клиническая и фундаментальная медицина. Подключили по большей части студентов, чтобы им было проще интегрироваться в науку. А в дальнейшем к обсуждению планируют привлечь и учащихся старших классов. Пока же на повестке как теория, так и практика. Молодые ученые обсуждают самые разные вопросы от методов диагностики до лечения с использованием высоких технологий. Каждый год программу в Гродненском государственном медицинском университете стараются дополнить и обновить. Мы сделали отдельную секцию студентов. Туда попали, как мы говорим, самое лучшее, для того, чтобы они могли почувствовать немножко атмосферу, поучиться, докладывать, повыступать на чуть больше уровня, чем студенческий. И в последующем мы будем тоже присматриваться, кто на что может ориентироваться, и потом с ними в индивидуальном порядке работать. То есть это, по сути, поиск более активной молодежи, для того, чтобы потом их планы реализовывать в рамках науки. Запрос на участие в конференции есть, и мотивация тоже. Студенты активны. Им это необходимо для дальнейшего развития и реализации себя. Площадка международная. Среди спикеров молодые специалисты из Узбекистана, Армении, России. Докладчиков около сотни. Подготовка молодых и перспективных кадров – ключевая цель конференции. Она вполне может стать еще одним импульсом для развития молодежного движения в медицинской науке Беларуси. Мы создаем для них все условия для самореализации в нашем университете, в нашей стране. У нас есть много грантов, президентских грантов, грантов на уровне Министерства здравоохранения, на уровне нашего университета для поддержки молодых ученых. Достаточно сказать, что в этом году мы выделили грант для студенческой науки. И самые приоритетные задачи, которые будут ставить перед студенческой наукой – это, конечно, вовлечение более широких масс для проведения научных исследований. Именно при проведении научных исследований раскрывается и талант, и потенциал молодого человека. Обменяться опытом и выстроить четкий механизм общей работы. Семинар для ведущих студенческих организаций города провели в Купаловском университете. Участниками стали представители студенческого совета Белорусского республиканского союза молодежи, профсоюзной организации студенчества и Совета молодых ученых. Обсуждали развитие и реализацию инициатив и проектов. Одни и те же студенты могут быть субъектами различных молодежных объединений и формирований. Поэтому работать сообща нам позволяет организовать различные мероприятия совместно. Это повышает продуктивность, эффективность, и студенты могут развиваться разнонаправленно. Старт в Гродно, но продолжат семинары во всех регионах страны. Результат работы уже есть. Приоритеты для дальнейшей работы тоже расставлены. Самое главное здесь – это сплотить. И когда мы будем проводить одно большое мероприятие вместе, то мы привлечем и большее количество участников, и большая яркость, продуктивность этого будет мероприятия. Поэтому здесь самое главное – это консолидация, сотрудничество и привлечение нашей молодежи в участие в данных мероприятиях. Новое имя фотографии в Гродно открылась дебютная выставка молодого гродницкого автора Алексея Островского – страницы фоторепортажа. В арсенале фотохудожника представлено немало проб пейзажей, портретов, модельной съемки и, конечно же, фоторепортаж с разных событий. Вдохновение и творческий полет фантазии Алексея позволят под новым ракурсом посмотреть на город Гродно и его жителей. Яркие события этого года – живые эмоции и множество красок. Именно таким видит наш город начинающий фотограф. Он ловит мимолетные кадры, старается запечатлеть, кажется, само движение жизни. И у него это получается. На выставке представлено 48 специально отобранных работ, которые помогут посетителям прочувствовать атмосферу города и его характер. За одну работу можно несколько режимов съемки в разных условиях. Это, конечно, интересно, нужен опыт. Конечно, это такая ситуация, работа проб и ошибок. Но, в принципе, благодаря моим наставникам все-таки я стараюсь этот жанр постигать. И как бы все-таки много работ репортерских, как и Александр Иванович, достаточно удачно вышли, что меня очень радует. Среди первых работ фотохудожника встречаются и те, которые были сняты в стенах Гродненского колледжа бытового обслуживания, где Алексей работает. Конкурсы причесок, демонстрация новинок модельеров, поездки на сбор яблок и многое другое – вот что породило желание творить. Этот год юбилейный для фотоклуба Гродно. И мы очень рады, что 50 лет, которые мы отметили, они знаменованы тем, что у нас сформировалось уже новое поколение фотографов, в которых около 50 человек, и каждый год идет к нам пополнение. И вот сегодня мы на выставке нашего дебютанта Алексея Островского, который пришел чуть меньше года назад, или чуть больше года назад, который поварился в атмосфере клуба, поучился немного, и вот решил свою вступительную выставку сделать, показать. Ну, такая традиция. Все новые авторы у нас представляют свой дебют фотографический. 27 ноября в Гродно выступит Брестский академический театр драмы. Спектакль даст понять, поможет ли внезапная накатившая популярность герою отыскать любовь и наладить семейные отношения, или наоборот, окажется, что погоня за современностью ни к чему хорошему не приведет. Не пропустите спектакль «Я танцую как дебил» 27 ноября на сцене драм-театра. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...